Тема нашего урока «Однородные члены предложения». Сегодня мы узнаем об однородных членах предложения, о том, как они связаны между собой в предложении. Будем учиться находить однородные члены предложения в тексте, правильно интонировать и строить предложения с однородными членами. Послушаем отрывок из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Багаж». Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вспомним, что дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, маленькую собачонку. Каждый раз перед тем, как добавить очередной предмет из списка, мы задавали себе один и тот же вопрос. Что? Что же она сдавала в багаж? Все эти существительные отвечают на один и тот же вопрос. Что? Проверим и составим с каждым словом предложение. Дама сдавала в багаж диван. Дама сдавала в багаж чемодан. Дама сдавала в багаж саквояж. Дама сдавала в багаж картину. Дама сдавала в багаж корзину. Дама сдавала в багаж картонку. Дама сдавала в багаж маленькую собачонку. Правда, слово «собачонка» отвечает на вопрос «Кого?». Это вопрос винительного падежа. Все эти слова отвечают на вопросы «Кого?», «Что?» и являются второстепенными членами предложения. Вопросы «Кого?» и «Что?» Это вопросы винительного падежа. И все эти слова, еще раз повторю, являются второстепенными членами предложения. А что будет, если мы объединим в одно предложение несколько таких слов? Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. По-прежнему все наши слова отвечают на один и тот же вопрос «Что?» и «Кого?» и по-прежнему являются второстепенными членами предложения. Эти слова мы произносим с интонацией перечисления. И такие слова, такие члены предложения мы называем однородными. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос. Почему же мы называем их однородными членами предложения? Одно из значений слова «однородный», относящийся к одному виду, одинаковый. Так называются члены предложения, которые проявляют определенное сходство. Могут быть подлежащие, сказуемые и второстепенные члены предложения. Сейчас давайте подумаем, а какие члены предложения могут быть однородными? Конечно же, подлежащие. Составим предложение. Карина, Марина и Юль пошли в школу. В этом предложении у нас три подлежащих. Они отвечают на один и тот же вопрос. Кто? Мы можем нарисовать схему этого предложения. Обозначим наши однородные члены кругами, внутри которых нарисуем знак подлежащего. И не забудем знаки припинания. Между первым и вторым однородным членом стоит запятая, а перед третьим – союз «и». А сказуемые могут быть однородными членами? Давайте проверим. На уроке физкультуры мы бегали, прыгали, играли. Поставим вопросы. Что делали? Бегали. Что делали? Прыгали. Что делали? Играли. В данном предложении однородными будут сказуемые. Составим схему. Каждый однородный член предложения изобразим в виде круга и поставим запятые. А давайте проверим, могут ли быть однородными членами предложения второстепенные члены. Составим предложение. Осенью с деревьев падали желтые, красные, оранжевые листья. Поставим вопросы. Листья какие? Желтые. Какие? Красные. Какие? Оранжевые. Все это у нас второстепенные члены предложения. Итак, в предложении могут быть не только главные члены предложения однородными, а также и второстепенные. Посмотрим на схему. У нас три второстепенных члена предложения, три однородных члена, между которыми стоят запятые. Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Давайте посмотрим предложение. Карина, Марина и Юля пошли в школу. Здесь общее слово «пошли». Кто пошел в школу? Марина, Карина и Юля. Это значит, что у этих слов есть общее сказуемое. На уроке физкультуры мы бегали, прыгали, играли. В данном случае общее – это мы. Мы что делали? Бегали. Мы что делали? Прыгали. Что делали? Играли. Эти слова относятся к одному слову. Это значит, что однородные члены предложения относятся к одному слову и не связаны между собой. Это значит, что мы не можем поставить от одного однородного члена вопрос к другому. Мы просто произносим их с интонацией перечисления. Повторим, что мы узнали. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос. Однородные члены предложения относятся к одному и тому же члену предложения. Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Между собой однородные члены предложения никак не связаны. А теперь внимание. Однородный – это не значит одного рода. Рассмотрим пример. Мы слышали пение синицы и воробья. Синица – женский род, воробей – мужской род. Это значит, что однородными членами могут стать слова и разного рода. Следующее предложение. Сестра и брат помогают по дому. Сестра – женский род, брат – мужской род. И все равно сестра и брат являются однородными членами предложения. Витя взял ножницы и карандаш. А в данном случае ножницы – это множественное число. Карандаш – единственное число. Это значит, что однородными могут стать слова и разного числа. Запомним. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос. Однородные члены предложения относятся к одному и тому же члену предложения. Однородные члены предложения связаны интонацией перечисления и союзами «и», «а», «но». Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Спасибо за урок. Субтитры подогнал «Симон»